Снова на моём канале Одесситка в Швейцарии. Ну что, дорогие мои, мой отпуск на конной ферме, на курсе верховой езды пролетел незаметно. Сегодня все девчонки, включая меня, сдали экзамен. И очень собой горжусь. Особенно было волнительно, когда зрители стояли и смотрели, когда мы сдавали практический экзамен. И, учитывая, что Биат на следующей неделе уезжает в свою школу, и мы практически не увидимся, завтра у меня групповой поход в этом регионе. Нам выдали задание, и мы должны, я делаю тоже третий уровень. На лисменном экзамене меня спасло то, что я учила анатомию человеком. И очень много костей, скелета и суставов повторяются, как у человека. Нужно было перечислить все названия щеток, которыми чистят лошадь, знать полностью название всех ремешков на сбру и лошади, и части седла, а также самостоятельно уметь оседлать лошадь и привести ее в порядок. Обычно мне всегда девочки помогали залезть на лошадь, держали в противовес седло. Но сегодня мне все нужно было делать самостоятельно. Было очень волнительно, но я справилась. Учитывая, что пять дней шли бесконечные дожди, и лошадь просто месили этот песок, были они сегодня не особо мотивированы сдавать экзамен. И на второй части, на траве, где было полностью все в лужах, моя ванда бесконечно сбрасывала темп и останавливалась. В итоге, на мое удивление, я сдала теорию на третий уровень и сдала, конечно же, практическое занятие. Меня очень все хвалили, что за пять дней достичь такого результата – это, конечно же, многого стоило. Все в итоге получили дипломы. Очень сдружилась с девчонками и буду за ними очень сильно скучать. Безумно благодарна всему тому, чему они меня научили. Слышите? Нас... Время? О, дер我的 стихолок. Один стихолькан. Тихо, блин. Тихо, подальше. До встречи. Как вы садил, вместе с Эмми иотой, взрослых? Мы встретили, что вы おыщаетесь. В этом году эти дипломы готовы. Спасибо. Итак, я получила диплом и нам всем подарили еще час бесплатной езды у Ирен на ферме, чем я обязательно воспользуюсь. Итак, дорогие мои, пять дней пролетело незаметно, мой курс верховой езды и подошел к концу. Безумно горжусь собой, что я решилась на такой вот опыт, для меня совершенно новый, в моем возрасте к тому же еще, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что это будет мое новое хобби, и я обязательно продолжу его. Продолжение смотрите в моих сюжетах. Кстати, забыла вам рассказать. Значит, когда я только приехала на этот курс верховой езды, уже родители с детьми сидели в ресторанчике, и тут захожу я в желтой кофточке с желтым чемоданчиком, какая я вся солнечная, на параде, и эти родители так с детьми вот так вот на меня посмотрели. Здесь такие вот фифочки, называются туси. И все, и, короче, родители оставили детей и уехали. И вот вчера на экзамен приехали все родственники, да, смотреть же на результаты этого лагеря детского, этого курса. И тут я была первая, кто сдавал верховую езду, потому что я новичок, а девочки уже как бы продвинутый курс. И тут выхожу я, как положено, в сапожках, в правильных брючках, и они такие на меня смотрят. И все мне потом на обеде подходили и говорили, боже мой, мы тебя вообще не узнали, совершенно другой человек. Мы все решили, что эта туси делает на этом курсе, на ферме, в этих желтых тапочках. Что она вообще здесь будет делать? Как она тут будет навоз разгребать? И, короче, вот такое вот отэтаки обманчивое впечатление. Вот они меня увидели и подумали, а потом они меня увидели в работе, каких результатов и успехов я добилась. Они мне все говорили, понятное дело, я взрослый человек. Конечно же, у детей это все длится длительно, да, там, они там пару месяцев на лонжи, потом они пару месяцев учат один шаг, потом второй, потом голубь. А у меня получился интенсив. За пять дней по два раза в день мы занимались. И плюс я еще как бы спортивная, то есть они меня каждый день спрашивают, у тебя ничего не болит? У тебя не болят ноги, у тебя не болят мышцы? Нет, ничего у меня не болело. И я абсолютно не боюсь, это тоже очень важный факт, потому что когда детки начинают, у них есть какой-то страх, это тоже отдается на лошади, она тоже это чувствует. Поэтому в моем случае и произошло все так быстро и успешно, удачно, как они мне все говорят. И, конечно же, большое спасибо и благодарность вот этой хозяйке фермы Ирен. Я обязательно еще раз к ней приеду. Биат заинтересовался. Ну и возле своего дома я уже нашла там клуб, возле своего дома, где я смогу раз в неделю практиковать то, что я выучила сейчас. И мы решили тогда не ехать домой, а остановиться вот в таком вот шикарном отельчике. Единственное, что Биат заказал вид на озеро Бриенцер. И, как видите, туман. Но ничего, устроим сегодня себе тут уединительный вечер, так как не увидимся потом еще неделю. Теперь уже он уезжает на неделю в свою школу. А я вам пока покажу этот отель. Заслужила я, романтик, хотя бы один вечер провести без тяжелой физической работы. Лист, старинный комод. И вот такой вот у нас номер. Я? Везу? Опять. Ой, как пахнет. Как всегда начинаем с санузла. Вот такой вот у нас душик. Самое главное, никаких сертификатов. Достаточно приличная, большая спальня. И Биат опять расстроенный. Потому что он заказал вид на озеро Бриенц. Пожалуйста, любуйтесь. Здесь очень много таких вот одиночных домиков. Бергхуз. Где можно апартаменты себе снять. Но они сейчас все заняты. Вот, несмотря на то, что дорогие цены, но в Швейцарии все всегда надо заранее бронировать. Смотрите, все деревянное. Такое вот типично швейцарское шале. Короче, номер на двоих, включая завтрак, стоит 190 франков. Смотрите, какие красивейшие домики. Не могу пройти мимо. Как люди красиво украшают свои фасады. И вот такие вот деревянные жилища. Смотрите, каменная стенка. Дровишки собраны. Цветочки стоят. Практически все они пустые, так как это ферриенбонанги. То есть на каникулы сдаются они. Вот пуска приезжают сюда люди. И очень много пустых. Смотрите, какое все ухоженное, чистенькое, красивенькое. Все стоит? Пожалуйста. Ну, привязали вот такой вот проволочкой. Ну, что стоит эту проволочку? Оторвать и забрать. Но никто же не берет. Вон еще три гриля. Зонтики, сидушки. Пожалуйста, стоит. Ждет своего времени. И никто не трогает. Ну, а мы с Биатом решили перед ужином прогуляться по моему завтрашнему маршруту. Посмотреть состояние трассы. Продолжение, конечно же, смотрите завтра. Мы тут пройдемся со своей группой в солнечную, теплую. Погоду будут совершенно другие виды. По нашему маршруту нас будут сопровождать больше ста вырезанных деревянных фигурок. Здесь по дорожке можно увидеть вот такие кассы, где просят добровольно сделать какие-то пожертвования. В счет вот этих вот мастеров, которые добровольно делают абсолютно бесплатно такую вот прекрасную работу. Посмотрите, какое качество. Смотрите на эту плетеную корзиночку. Это что же надо было умудриться вот это вот все вырезать. И это из остатка дерева. То есть придумать, что конкретно здесь будет. Это бабушка, которая собирает сморчки. Морхель, да, Биат? Вот смотрите. Наклонилась и собирает целая корзинка у нее вот таких вот сморчков. Даже сморчок вот такой вот вырезанный. Красивенький. Красивенький. Видите? А тут, прямо недалеко от бабушки, уже вот такие вот барашки. Ну, посмотрите на эту работу красивейшую. Пёрышко, пожалуйста, себе. Как будто бы невесомое. А это все сделано из дерева. И каждая фигурка подписана. Фрутигер. Мы зашли перекусить в ресторанчик. Сидим, естественно, на террасе, в пледиках. Значит, я заказала суп из запеченной тыквы. Домашний. Смотрите, какой густой. Еще и с семечками. А Биат заказал. Ньокки. Тоже домашние ньокки. Из-за картофель гемахт. Короче, вот эти вот картофельные ньокки, они делаются, естественно, из картошки, как тесто. И вот такие вот шарики потом варятся. И потом я заказала себе еще творожный пирог со сливой. Забыла сказать, чтобы и сливки не ложили. Ну, ничего. В такой вот романтической атмосфере. Да, Биат? Вот сидим себе в темноте ужинаем. Приятного аппетита! Доброе утречко! Вау! Сегодня, как по заказу, вышло солнышко. Но 2 градуса, скажу я вам, прохладненько. Посмотрите, какая дымка. Там внизу Бриенское озеро, которое мы уже с вами видели. Изумрудно-зеленого цвета. И вот такой вот красивейший вид из окна. Очень много гостей в отеле, на удивление. Но сейчас у нас осенние каникулы. И вчера у нас уже после романтического ужина Биат еще приготовил такой вот набор отмечать успешное окончание мною курса верховой езды. Но уже в 11 вечера не хотелось себя пичкать калориями. Поэтому начнем наш завтрак. Как аристократы с шампанского. Значит, нам принесли под дверь вот такой вот завтрак. Посмотрите, какая красота. Значит, тут и чашечки у нас. Ага. Апельсиновый сок. Разбираем корзинку. Свежайшие круассаны и булочки. Представляете, а я переживала, что я завтра возьму с собой в поход. Потому что мы находимся наверху. И здесь нету магазинов. Я уже думала просить кого-то из участников, чтобы меня подкормили каким-то сэндвичем. Так, теперь у нас... Вау! Достаем, значит, чашечки. Смотрите, как все организовано. Нам корона нипочем. Пожалуйста. У нас здесь будет сыр. Конфетюры. Маслечко. И кофе. Хочешь лунго. Вау! Беларцовый кофе. Хочешь с молочком. Да? Кафе де латте. Кафе де латте. Ага. Кофе с молоком. Вот такая у нас здесь стоит машинка. Кстати, очень классная. У меня тоже была такая. Беат, оберкезе, амбисин цувеник ферсвай персона. Я? Ферсвай персона. Что-то маловато сыра для двух человек. Ну, у нас еще есть фрукты. Беат мне принес. А, кстати, и вот еще чай. А, это тайно. Это Беат принес. Так, здесь у нас еще подстилочки. Кештек и сок. Ну, короче, девочки, нормально справимся с таким мы завтраком. И вот посмотрите на вот этого вот красавца, который постоянно не перестает меня удивлять. Все время какие-то сюрпризы организовывает. И, конечно же, я очень рада такой возможности, во-первых, провести день вдвоем, не вечер вдвоем, потому что впереди опять у нас разлука. Ну, честно говоря, это и подогревает наши отношения. Так, всем приятного аппетита. Мы завтракаем, и я выдвигаюсь в путь, где ждет меня моя группа, с которой мы сегодня проведем великолепный тур. Спасибо огромное, что были вместе со мной, что посмотрели мое видео до конца, что интересуетесь моим каналом, что ставите лайки. Поставьте, пожалуйста, лайки, особенно девчонкам, которые старались, давали экзамены, учили теорию. И пишите в комментариях ваши отзывы, что вы думаете по поводу такого вот курса. Хотели ли вы бы сами научиться ездить вверхом? Может быть, вы уже это умеете. Есть ли в ваших странах такие курсы? Сколько они стоят? А мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня и прекрасного настроения! Кстати, вот такой вот прицеп, и мы не можем с ним разминуться. Видите, лошадку везут. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok